здравствуйте меня зовут александр вы на канале вулкана грилз какой гриль все-таки выбрать газовый или угольный этим вопросом очень часто задаются те кто сталкивается с выбором первого гриля и ответ на этот вопрос будет не совсем очевидным так как при многих преимуществах газового гриля все-таки для некоторых может подойти угольный вариант определиться с выбором я постараюсь помочь в этом видео и так чем нужно прежде всего руководствоваться при выборе гриля первое это бюджет какую сумму вы готовы потратить на покупку гриля второе частота использования и сколько времени вы готовы тратить на готовку третье какие блюда вы будете чаще всего на нем готовить и четвертое это то количество человек для которых вы будете использовать ваш гриль полноценно оценив каждый из этих пунктов вы сможете выбрать на каком виде топлива гриле вам больше всего подойдет и определиться с размером гриля угольный гриль подойдет прежде всего любителям самого процесса кто готов много времени проводить за приготовлением блюд яркий пример это продвинутые пит мастера и те кто любит долгие блюда например брискет или рваную свинину и полностью отдаются этому процессу но сейчас мы рассматриваем именно новичков кто еще окончательно не определился с выбором гриля также стоит не забывать что старт угольного гриля с момента розжига брикетов и до начала процесса приготовления занимает примерно около 30 минут и температура регулируется при помощи вентиляционных заслонок при помощи которых вы обогащаете уголь кислородом в этом нет сложности но требует некоторых навыков зона прямого и не прямого жара придется регулировать также вручную при помощи разных закладок угля но для многих процесс приготовления на углях наиболее близок так как переход с обычного мангала на угольный гриль более понятный вариант к тому же угольные модели стоят на порядок дешевле и вкус будет совершенно таким же как и на газового гриля но об этом чуть позже газовый гриль подойдет всем тем кто ценит свое свободное время кто живет за городом на нем очень просто готовить и запуск гриля составляет всего 5-7 минут достаточно включить горелки закрыть крышку и довести гриль до нужной температуры регулировать температуру и зоны жара также довольно просто поворотом ручек регуляторов он идеально подходит для приготовления быстрых блюд которые чаще всего готовят это стейки овощи купаты шашлыки куриной ножки для долгих блюд я бы все-таки рассматривал больше угольный гриль так как он больше подходит для приготовления в режиме лонг слов это процесс длительного томления при котором продукт может готовиться несколько часов но это тоже история для продвинутых гриль энтузиастов при большей стоимости газового гриля в отличие от угольного хочется отметить экономию по топливу у газового варианта так как заправить газовый баллон стоит как приблизительно мешок угольных брикетов которые хватит на одну максимум две готовки а целого заправленного газового баллона многим может хватить на сезон подводя итог вышесказанному хочется сказать что при выборе гриля надо учитывать насколько вы готовы погружаться в сам процесс приготовления немало важным является финансовая составляющая у данного вопроса так как угольный гриль будет стоить значительно меньше и наконец развеять миф о том что угольный гриль дает больше аромата так как в процессе приготовления дымный аромат дает тот сок который капает на угли а в газовом от испарения сока с пластины отсекателей жара которые расположены над горелками гриля подписывайтесь на наш канал делайте правильный выбор ставьте лайки всем пока